А сейчас настало время новостей спорта в студии Илья Вихарев. Здравствуйте! И начнем выпуск с игровых видов спорта. В Тюмени завершился пятый тур чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б». Соперниками клуба ЖГТУ «Динамо» были волейболисты из Тюмени, Краснодарского края и Майкопа. Во всех пяти матчах наша команда одержала уверенные победы и поднялась в турнирной таблице на первую строчку. Следующий седьмой тур и живчане проведут в Ростове-на-Дону с 26 по 29 января. Играли на выезде и волейболистки, и «Талмаз» ЖГТУ. В Брянске они провели четыре игры с местным одноименным клубом и во всех тоже праздновали победы. С 23 очками подопечные Алексея Промышленникова сейчас занимают в турнирном рейтинге третье место. 14 января у них очередной выездной тур отправится на игры «Череповец». И о баскетболе. В Южно-Сахалинске прошел ответный матч полуфинала Кубка России. Местная команда «Восток-65» принимала на своем паркете ижевский клуб «Купол-Родники». Итог этого поединка – 101-86 в пользу хозяев. И теперь ижевчане будут бороться за бронзовые награды национального кубка с командой из Самары. Пожелаем нашей команде удачи. А теперь переместимся в зал спорткомплекса «Динамо», где прошел Кубок Удмортия по функциональному многоборью. Собралось на турнире порядка 50 человек. Кому в итоге достался титул «Самый физически подготовленный человек республики» сейчас расскажем и покажем. Андрей Андреев впервые участвовал в соревнованиях по функциональному многоборью. Тяжелоатлету-любителю спорт с детства не чужд. Говорит, в этой дисциплине ему нравится динамика, скорость и разнообразие. Отличная возможность испытать на прочность себя. Удовольствие от того, что ты превышаешь свои возможности. Постоянно стимулируешься на то, чтобы больше побеждать, больше делать собственные победы. Соревнования по функциональному многоборью составлены таким образом, что каждый участник, каждый спортсмен из любого вида спорта может себя попробовать и выполнить, в принципе, выполнимые какие-то задачи. В общем, это выполнимо для всех. То есть это общая физическая подготовка и чуть-чуть посложнее, чем общепринятые. Испытания на любой вкус, грибные тренажеры, прыжки, подтягивания на перекладине всего не перечислить. Спорт для универсалов. Занимаются этим видом сегодня представители самых разных дисциплин. Лучший, лучший там, вдох и все. Лучший, кайдя! Вот и Иван Сиялов пришел проверить свои силы. Говорит, положительных эмоций много. Каждый постоянно выходит за рамки своих возможностей, преодолевает себя. Интересно, много движений, упражнений. Например, одна штанга просто надоедает. Тут выходы на кольцах, на перекладине. И это нравится. Еще весело. Убиваешься вот так. В качалке просто один подход сделал, три минуты отдыхаешь. Для профи этот старт был этапом отбора сборной Удмуртии, которая будет выступать на чемпионатах Преволжья и страны. Одна из лидеров команды и победителя этого турнира Лилия Гальченко. Это отбор в чемпионате Удмуртии на перевозку федерального округа. Потом после перевозки федерального округа чемпионат России. Я думаю, что на первые два этапа пройдет без проблем. И чемпионат России уже занять гораздо выше место, чем в этом году. В этом году у нас стало третье. Среди мужчин в абсолюте первым был Марсель Шакиров. Продолжаем выпуск. Тренируются и готовятся к очередным матчам Национальной суперлиги гонболистки Ижевского университета. Готовятся они и к встрече Нового года. Учат стихи вместе со своими детьми. Они и нашей съемочной группе их прочитали. Мы оценили. Оцените и вы. Как блестит ее наряд, как фонарики горят. Наша елка с Новым годом поздравляет всех ребят. А подарок будет? Настроение отличное. Настало веселое время, наполненное приятными хлоптами. Гонболистки готовятся к встрече Нового года. Украшают свои квартиры, готовят сюрпризы и подарки родным. Учат стишки с детьми и декламируют их на тренировке. С Артемием мы учим постоянно стихи. Я думаю, вы помните. К Новому году готовы. Подарки ждем. Стихотворение. Штучки три мы выучили для разных праздников. Предновогоднее настроение. И Елена Владимировна всегда нас подбадривает. Всегда какие-то шуточки нам рассказывает. Поэтому тренировка всегда весело проходит. Даже когда тяжело. И то всегда смеемся. Какие-то шутки, прибаутки. И с друг другом общаемся, смеемся. Веселое настроение не помеха на тренировке. Наоборот, так легче справляться с нагрузкой. Расписание жесткое. По два занятия в день. До конца декабря. 2 января вновь в зал на тренировку. Уже 5-го. Очередная игра предварительного этапа национальной суперлегии. Пока наша команда занимает в турнирной таблице девятую строчку. Но это пока. Сейчас боремся даже. И выигрываем, ездим. Поэтому стараемся. Ну а как получится уже в следующем году, будем, конечно, надеяться на лучшее. Январь у нас очень активный. Много игр будет в январе. Поэтому и на выезде вроде будет две игры. И дома несколько игр будет. Поэтому готовимся усердно. Напомним, 5 января гонбалистки Ижевского университета принимают на своей площадке Тольяттинскую ладу. 12-го – Уфимскую Алису, а 15-го – Майкопский клуб Агу-Адеев. На сегодня это все. Будьте здоровы и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!